К другим темам. В столице региона продолжается череда массовых субботников. В минувшие выходные на генеральную уборку вышли госслужащие и сотрудники различных предприятий и учреждений. В порядок привели зеленую зону, расположенную в новом поселке. Объем работ после зимы оказался огромным. Активисты собрали не один десяток мешков с мусором. Впрочем, некоторые места загрязнены настолько, что пора вызвать тяжелую технику. В этом убедилась и наша съемочная группа. На войну с врагом, то есть мусором, участники субботника вышли в белых перчатках и с большими полиэтиленовыми пакетами. Активисты говорят, в борьбе с отходами все средства хороши. Подобные субботники в столице региона традиционно проходят в начале летнего сезона. Задача привести в порядок не только улицы города, но и зеленую зону, излюбленное место отдыхающих. Многие горы мусора предпочитают вставлять прямо в лесу, считают, что это норма. Бутылки, стекла, ржавые банки и даже строительные материалы – все это почти на каждом шагу. Ужас, 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 конечно. На генеральную уборку Илья Чупров пришел не раздумывая. Считает, что в подобных акциях должен поучаствовать каждый. Ведь мусор просто так не исчезнет. Молодой человек признается – шокирован масштабами загрязнения. Это, по-моему, очевидно просто. То есть мы живем, да, и вот на этой территории, грубо говоря, здесь мы отдыхаем. Здесь должен быть порядок. Здесь дети там, допустим, играют где-то, да. Люди, когда отдыхают, животные здесь, они могут пораниться. Вот я уже поранился. Об эти бутылки, осколки и так далее. Поэтому надо наводить порядок. Для трехлетней Вари – это первый в ее жизни массовый субботник. На акцию привел папа. Павел Окладников уверен – любовь к чистоте нужно прививать с раннего детства. Поэтому и территорию для уборки выбрали одну из самых больших. Во-первых, это не сколько общероссийская, сколько мировая проблема стала. То есть действительно мусора на земле стало много. Его надо убирать, его надо перерабатывать. Что в нашем регионе, мне кажется, это личное сознание опять же людей. То есть люди действительно стали понимать, что там, где они мусорят, в следующий год они могут сюда же приехать. Здесь же посещение обстоятельств отдыхать. И, наверное, уже не хочется отдыхать именно в грязном месте. Поэтому убрать за собой, где-то убрать за другими, показать им тем самым пример. На некоторых участках отходов оказалось так много, что без тяжелой техники навряд ли справятся. Габаритный мусор – последствия стройки. Вместо того, чтобы вывести хлам, рабочие скидали его ближе к деревьям. Мы в шоке от дома, который строится рядом. Не знаю, на что-то, наверное, рассчитывают. То есть думаете, что это хозяева здесь? Нет, ну, наверное, их одних-то нельзя обвинять. Наверное, это совместный труд всех нас. Потому что мы уже пытаемся проверить по шиферу, по стройматериалам. Не только из этого дома. Вы вспомните субботники, посвященные от днём рождения Ленина? Нет, мне кажется, ответственность была у жителей, наверное, даже побольше, чем сейчас. Я просто думаю, что вот, наверное, такого бы, наверное, раньше не допустили бы. За несколько часов участники акции собрали более 30 больших пакетов с мусором. Подобные масштабные субботники в Наринмаре продолжатся и дальше. Принять их участие может абсолютно каждый. Олег Котанзейский, Антон Водряков, Телеканал Север.